Всем привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. В этом видео расскажу и покажу три способа сведения ваших акустических систем или колонок по фазе в вашем домашнем кинотеатре, кинозале или стереосистеме. Будет интересно и захватывающе. Начинаем! Прежде чем мы перейдем к первому способу, давайте разберем все-таки, что такое фаза и зачем она нужна и почему колонки должны играть в фазе. Наверняка вы знаете, что когда колонки начинают играть, то есть они в идеале должны начинать играть вместе. То есть сигнал акустический у нас, он имеет синусоидную форму. И вот если акустика играет в фазе, значит, что и левая, и правая колонка, например, начали играть одновременно. Если они начинают играть не одновременно по какой-то причине, например, если вы действительно взяли и перевернули плюс с минусом на колонке при двухпроводном соединении, то они начинают играть полностью в противофазе. То есть вторая колонка, которая перевернута, начинает играть позже, то есть с половины цикла акустической волны. Вот на графиках это выглядит примерно вот так. И в этом случае происходит большая проблема по звуку. У вас уходит полностью стереопанорама, все фантомные образы, которые должны создаваться между колонками, они просто пропадают, теряются, и вы как будто слышите, что что-то где-то происходит, но это явно происходит не между вот этими двумя акустическими системами. Ну и автомобилисты, кто увлекался караудио, наверняка знают, что когда вы добавляете определенную задержку к той или иной колонке, обычно у нас задерживали левую акустическую систему, потому что она значительно ближе к рулевому колесу. Когда вы ее задерживаете, то у вас звук из этой колонки, да, то есть он у вас сфокусирован здесь, он постепенно перемещается в центр вашей торпеды. Таким образом вы виртуально отодвигаете левую акустическую систему и выравниваете образ, который всегда должен быть по центру, и он у вас становится ровно по центру торпеды. Вот эта вот фаза, она очень сильно влияет на тот звук, который вы слышите. А в домашнем кинотеатре это особенно важно, чтобы у вас был четкий фокус всех объектов, которые у вас летают. Вот по этой плоскости, если у вас система 5.1.7.1, и в трехмерном пространстве, если у вас пространственный звук Dolby Atmos, Aura 3D или DTS-X. И мы переходим к первому способу того, как определить, что у вас акустическая система, собственно, правильно подключена, ну и может быть даже с завода она правильно собрана, к вашему усилителю. И то, что с усилителя она уже точно получает сигнал в фазе. Самый первый способ, он довольно-таки варварский. Варварский, потому что если вы будете с ним неаккуратны, то есть шанс повредить акустическую систему, особенно ее высокочастотную секцию или пищалку. Давайте покажу и расскажу. Берем мы акустику. Вот у меня здесь есть на растерзание Surround от компании Alcon Saudi. Он у нас висит в демозале, вот там на правом Surround. Есть колоночка, вы к ней подключаете провод, у которого два конца оголены. И, соответственно, что нужно сделать? Вы точно знаете, где плюс. Вот здесь он у меня, например, вот минус, он у меня помечен синенький. Поэтому я к нему беру и подключаю полутора-вольтовую батарейку. Пальчиковая, мизинчиковая. Но, друзья, сразу момент. Есть опасность спалить пищалку. Поэтому в идеале батарейка должна быть практически севшая. Вот я нашел такую из нашего коробки микрофона, который почти уже сел. И сейчас вам покажу. Соответственно, минус вы цепляете к минусу. И смотрите при этом на динамик. И аккуратно цепляете плюс, соответственно, к плюсу. И ваш низкочастотный динамик, он выходит за пределы своего нормального положения. Если это происходит именно так, динамик идет вперед, значит у вас все очень правильно. Значит у вас вот этот низкочастотный динамик точно работает в фазе. Когда вы подключаете плюс к плюсу усилителя, а минус, соответственно, к минусу. К сожалению, этот способ хорош только для того, чтобы определить именно то, насколько у вас низкочастотная секция вашей колонки работает правильно. И насколько она правильно подключена и расключена там внутри где-то в кроссовере. Пищалку вы таким образом проверить вряд ли сможете. Особенно, когда она ленточная, как в данном случае с акустической системой Alcon с аудио. Ну и, собственно, вот такой вот минус. Нельзя определить на самом деле, как пищалка подключена. Потому что могут быть ошибки действительно в подключении и прям там внутри. И провода могут быть неправильно подключены, какие-то ошибки в кроссовере, в его распайке. Такое бывает даже с завода. Иногда это бывает, что называется, by design. То есть так задумано, чтобы пищалка была, например, в противофазе. Или на ней стоит защита какой-нибудь, конденсатор, она в противофазе. Поэтому получается. А низкочастотная секция в фазе. Ну, это, собственно, вы должны знать заранее, чтобы потом не брать, просто там не лезть в эту колонку и не пытаться ее исправить. Иногда такое бывает с завода. Но, тем не менее, друг между другом, колонки две, вы сможете проверить. Убедившись, что низкочастотная секция у них одинаково идет вперед, когда вы подключаете плюс к плюсу маленькой батарейки. Это у нас был первый способ. Переходим ко второму. Эта колоночка нам больше с вами не понадобится сегодня. Тяжеленькая. Второй способ называется на слух. Он чуть более точен, потому что имеет несколько разных проверочных, скажем так, композиций или тестовых фрагментов, которые вам позволят определить и высокочастотную секцию, и среднечастотную, и даже низкочастотную, если у вас даже трехполосная акустика. Неспроста у меня здесь стоят две акустические системы Procello Audio, модель P6 и подключен усилитель. К усилителю у меня подключен старенький телефон, у которого есть обычный аналоговый выход на миниджек, с миниджека на два тюльпана. Мы с вами будем слушать три аудиофайла. Их надо именно слушать, сидеть ровно посередине между двумя колонками. И сейчас, если вы смотрите на телефоне, я для чистоты эксперимента рекомендую вам переключиться на наушники, чтобы вы вместе со мной услышали то, о чем я буду рассказывать. Слушать мы будем три трека из известного в узких кругах автомобильных любителей аудиозвука, тестового компакт-диска, который называется Audio Doctor FSQ. Этот диск очень часто применялся на соревнованиях по автозвуку, для того, чтобы оценить, насколько корректно вообще играет система, насколько у нее правильно выстроена сцена и так далее. Там есть три такие дорожки, которые как раз призваны определять в фазе ли у вас играют две колонки, которые вы, собственно, у себя имеете. Либо в стереосистеме, либо в домашнем кинотеатре вы можете подключить любую пару двух колонок, сесть между ними и проверить, насколько они между собой у вас сфазированы. Итак, первый трек, он призван определить среднечастотную секцию, насколько она у вас играет в фазе. Давайте вместе послушаем. Средние частоты. Фаза. Средние частоты. Фаза. Ровно посередине. Средние частоты. Противофаза. Голос не пойми где. Средние частоты. Противофаза. Слышите? Теперь верхние частоты. Высокие частоты. Фаза. Высокие частоты. Фаза. Ровно за мной голос. Посередине. Высокие частоты. Противофаза. Теперь непонятно от вас. Высокие частоты. Противофаза. и низкие частоты соответственно низкочастотная секция как из души просто идет прям сильные частоты фазы низкие частоты противопоза непонятно то оттуда тот низкие частоты противопоза в общем я думаю вы поняли на слух можно легко определить насколько адекватно подключены ваши колонки и таким образом вы берете парами две колонки передние можно взять левый и центральный канал сесть между ними центральный канал правую или просто левую и правую самые две важные то же самое делается спокойно с ураундами с потолком чуть сложнее но в принципе тоже решаемые тоже можно на слух услышать насколько они адекватно сейчас у вас подключены к усилителю просто берете вот телефон вот такой вот провод миниджек на два тюльпана и конечно вам нужно какое-то устройство обычный телефон с аудиовыходом и эти треки гонять друзья если вы затруднитесь искать эти треки то я с удовольствием с вами ими поделюсь для этого вам надо всего лишь перейти в наш инстаграм если вы не знали что у нас есть инстаграм то я с радостью вам об этом рассказываю мы в инстаграме ведем очень интересные stories я лично их туда опущу и рассказываю о том как мы собственно строим домашние кинозалы как мы ведем свои дела и какие классные у нас различные бэкстейджи есть в том числе с этих съемок поэтому переходите туда обязательное условие вы должны быть подписаны на наш на наш инстаграм-аккаунт ссылочка будет конечно же в описании принципе каждому ролику есть эта ссылочка в описании и подписывайтесь и пишите в директ слова полярность и в ответ вы получите ссылочку на скачивание вот этих вот тестовых фрагментов но в случае с аудио-видео ресивером или процессором обязательно имейте в виду задержку для этого теста лучше отключить все настройки процессора его там скинуть в ноль в ресивере все задержки в ноль выставить чтобы у вас звук вдруг фантом на не начал перемещаться ближе к одной из двух колон которые вы тестируете ну и третий способ более точный для него вам потребуется в принципе тот же набор оборудования это мобильный телефон это возможность его соединения с вашим усилителем через вот такой же кабель мини джек на два тюльпана и специальный софт для android сразу скажу софт дсов вообще будет бесплатный и для android и для айос для android софт называется polarity checker его можете легко найти в google play включаете соединяете и нажимаете кнопочку play и он начинает вам выдавать тестовый сигнал ваши стерео колонки он звучит у нас вот так это вот такой вот импульс просто импульс подносим вот так вот микрофон каждому из динамиков аккуратно и он нам показывает в плюсе ваш динамик дает импульс или не в плюсе причем для того чтобы можно было определить более точно можно выбрать частоту полосную например низкие частоты до 160 герц явно играет только низкочастотный динамик ну должен играть теперь давайте верхние частоты проверим например 4 килогерца ставим тоже все в плюсе вот чтобы было сильно проще и вот так такой фон у вас не шел потому что коннектор он не супер надежный более точный способ это будет взять вот такой вот микрофон юмик если он у вас есть я считаю что каждый энтузиаст домашнего кинотеатра должен такой иметь уже в наличии про запас просто подключаете его к телефону через юсб си переходник видите да включается так гораздо удобнее будет проверять каждый из динамиков и низкочастотный еще раз микрофон нужно держать примерно в двух-трех сантиметрах ну максимум в пяти сантиметрах от конкретного драйвера чтобы ваши показания были точны иначе у вас может перевернуться фаза и показать совершенно не пойми что вот это самый точный способ такой же ровно софт есть для айфона вот я нашел первый попавшийся называется audio control mobile tools это по сути как оказалось версия платной версии софта который называется audio tools про аудио туз мы еще с вами неоднократно поговорим на этом канале очень крутой набор софта топовая версия которого стоит до 40 тысяч рублей поэтому подписывайтесь на канал если не хотите пропустить это видео вот ну а здесь собственно смотрите есть такой раздел как polarity check нажимаем polarity и здесь тот же самый практический интерфейс можем прямо с айфоном сюда но лучше подать сигнал именно с этого устройства или с apple tv там есть тоже отдельный софт генератор su round сигналов мы о нем тоже обязательно поговорим на канале но максимальную точность и результат вам даст если вы все-таки будете использовать этот этот же телефон как источник этого импульса и им же собственно мерить тот самый импульс который вы им же и даете и вот этот способ как раз хорош для того чтобы определить насколько у вас действительно все динамики в вашей даже одной акустической системе играют в фазе либо не в фазе чаще всего они должны играть в фазе только в редких случаях изготовитель подразумевает что у него какой-то конкретный динамик играет вне фазы но скорее всего при этом он у вас будет либо сильно заглублен в акустическую систему либо наоборот выпирать из бафла и для компенсации вот этого расстояния как раз он и будет перевернут по фазе так что тонкости есть везде фазировка колонок правильная фазировка колонок очень важно и этот процесс друзья мы делаем при каждой калибровке домашнего кинозала проверяем в начале перед тем как запускать какие-то тестовые шумы не дай бог делать измерения драгом электрином мы обязательно проверяем и физическое подключение и правильное подключение насколько сфазированы все акустические системы иначе вы начнете калибровать просто неправильную систему которая играет неправильно которая неправильно подключена мы еще такие системы называем сломанными а как известно нельзя откалибровать сломанную систему напоминаю вам чтобы получить тестовые фрагменты для определения полярности подключения аэс на слух вам нужно перейти в instagram и написать слово полярность в директ предварительно подписавшись на наш instagram аккаунт туда же мы положим вот эти вот тестовые импульсы если вы вдруг не можете каким-то образом получить их с вашего телефона или планшета но если вы уже владеете домашним кинотеатром или кинозалом который на ваш взгляд почему-то не дает вам бурю эмоций хотя любой правильно сделанный кинотеатр должен давать и доставлять вам такие эмоции обращайтесь в компанию black room все контакты вы найдете в описании мы приедем посмотрим что у вас там происходит и предложим вам либо апгрейд либо возможно калибровку вашей аудиосистемы разумеется каждый случай будет индивидуален также как индивидуален ваш домашний кинотеатр или кинозал поэтому обращайтесь изучим вашу аудиосистему и предложим то или иное решение также напоминаю вам что для наших клиентов действует вот этот вот шоурум где можно полной мере ощутить что такое настоящий домашний кинозал мы удобно расположены на третьем кольце недалеко от метро красносельская в городе москве ставьте лайки не забывайте если видео было полезно особенно если узнали что-то новое ну а если вы пошли применили вот эти вот методы у себя в домашнем кинотеатре то напишите о результатах насколько корректно были подключены ваши акустические системы по фазе подписывайтесь на наш канал если вдруг еще не подписаны потому что здесь мы рассказываем все что связано с темой домашних кинотеатров или кинозалов иногда темы развлекательные иногда вот такие глубокие которые будут полезны если вы энтузиаст домашнего кино а с вами был антон основатель компании black room увидимся на этом канале в новых роликах и у нас в шоуруме всем пока